Эфир телеканала Россия 24 продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый вечер и коротко о главных темах уходящего дня. Как связать экономику Павловских регионов единый железнодорожный узел обсуждали сегодня в правительстве. Подробности у Игоря Кранцева. Подсолнечник запаздывает. Побьют ли рекорды урожайности прошлого года в этом? И вдохновение чемоданного настроения. В музее-заповеднике Родины Ленина открылась необычная выставка. Итак, развитие транспортной инфраструктуры, начало уборочной кампании, программы по ремонту школы и замене лифтов в многоквартирных домах. Повестка сегодняшнего аппаратного совещания в стенах региональной администрации получилась насыщенной. Подробности у Игоря Кранцева. Изначально было запланировано на 2035 год, но, вероятно, будет построено гораздо раньше. Так, Алексей Русский говорит о железнодорожной сети, которая объединит Ульяновскую и Самарскую области, а также Татарстан. Проект уже обсуждается на уровне глав регионов и руководства РЖД. В Самаре, Демитровград, Ульяновск, Буинск, Казани, дальше на Елабугу. Начинаем сейчас технико-экономическое обоснование этого проекта. Если мы эту задачу решим, свяжет экономически развитые регионы Татарстан, Ульяновск, Самар и еще даст более сильный импульс развитию экономики. Развивается и внутренняя структура. 12 населенных пунктов, 7 водонапорных башен, 10 водозаборов. Это краткая информация о ремонте водоводов в регионе нынешним летом. Общая смета 78 миллионов рублей. Работы в целом идут по плану, но глава области напоминает о разъяснительной работе с населением на период ремонта. Губернатор просит контактировать и по поводу ремонта школ. В нынешнем году под действие федеральной программы попало 6 учебных заведений. Затраты более 400 миллионов рублей. В капремонт школ включен не только сам капремонт, но еще и соответствующие мероприятия, которые позволят не только провести работы по капитальному ремонту, но и оснастить школы современным оборудованием, учебниками, учебной литературой. По миллиону с лишним на подъезд. Такая помощь будет выделяться многоэтажкам, в которых поменяют лифты. Эта сумма позволит покрыть порядка 40% расходов на один подъемный механизм. Такая поддержка жителям Ульяновской области оказывается впервые с 2014 года. В план краткосрочной 2022 года уже включены работы по замене 87 лифтов в Ульяновской области. При этом в регионе более 2000 лифтов, которые подлежат замене. И губернатор просил подготовить предложение по ускорению процесса. А вот начало уборочной, наоборот, задерживается на пару недель. Причина – погодные условия. С конца прошлой недели на аграре отдельных муниципальных образований уже приступили к первому пробному намолоту Азимой пшеницы. Это Меликеский, Новоспасский, Чернодоклинский район. В принципе, мы видим, что сейчас идет урожайность достаточно неплохая. В среднем пока для начала, на старте мы видим уже 47,8 ценнер из гектара. От АПК к промышленности. Алексей Русских говорит о недавнем визите на УАЗ и отмечает – перспективы у предприятия есть. На прошлой неделе также состоялась встреча с новыми акционерами Ульяновского автозавода. Подчеркнул, что одно из крупнейших предприятий области работает стабильно и с полной загрузкой. Все социальные гарантии для работников завода сохраняются. Продолжается работа по увеличению заработных плат. В ближайших планах – расширение производства. Дополнительно набирают 300 сотрудников. А вот вероятный рост заболеваемости COVID-19 едва ли радует. Областной Минздрав в качестве превентивной меры называет вакцинацию на предприятиях, чтобы не допустить вспышек. Затронули тему пожаров. В Ульяновске горело общежитие на станкостроителей, а в Барышском районе – частный дом в селе Алинкино. Глава области дал поручение оказать адресную помощь пострадавшим. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. На уровень региона передадут полномочия по изменению генплана, а также правил землепользования и застройки. Такое решение озвучил губернатор области на градостроительном совете. Алексей Русских отметил, исполнительная власть, архитекторы и общественность вместе должны обсуждать, как изменить облик населенных пунктов региона к лучшему. И никаких мелочей в этом вопросе быть не может. Даже вид киоска в микрорайонах имеет значение. Нам надо разработать, я считаю, несколько типовых проектов, которые целесообразно в городе поменять. На сегодняшний день очень много нестационарных торговых объектов, типа сарай. Типа сарай. Абсолютно ужасных, страшных. Их огромнейшее количество в этой части тоже давайте мы порядок будем наводить. На заседании обсуждали сразу несколько проектов, в частности реконструкция одного из скверов в центральной части Ульяновска, проект по изменению облика проспекта Нариманово и новый микрорайон на окраине Засвияжья. Диалог порой был эмоциональным, окончательное решение не было принято, но удалось найти точки соприкосновения с учетом вопросов градостроительства и сохранения исторического облика, экологии и транспортной доступности. Если говорить о мастер-плане комплексного развития территории Нариманово, то это в первую очередь расселение жильцов из ветхих домов, строительство нового жилья на месте ветхого. При этом мы как бы учитывали и окружающую застройку, чтобы то, что будет строиться новое, оно как бы не выглядело инородным телом в структуре города, а все это смотрелось очень органично и уместно. Напомню, Единый градостроительный совет был создан для более эффективного решения вопросов за счет привлечения профессионалов на единую площадку. В его состав вошли 4 комиссии. 400 тонн подсолнечника урожая прошлого года стал рекордным для Ульяновской области. В этом году понижать планку аграрии не планируют. Сейчас культура занимает 285 тысяч гектаров, но дождливый май и холодный июнь сдвинули посев подсолнечника. Теперь он растет с опозданием. Если мы каждый год убираем подсолнечник в конце сентября, в начале октября, в этом году это будет уборка. В лучшем случае это середина ноября. Поэтому будет очень тяжелая уборка. Всегда в это время у нас проходят дожди, зачастую заморозки. И поэтому виды, конечно, на урожай вызывают опасения. Многие хозяйства, наученные горьким опытом 15-16 годов, когда очень много подсолнечника сгнило, построили сушилки. Напомню, сегодня на ульяновских полях завершается заготовка кормов, следом уборка зерновых культур. Тем временем в Самаре продолжается молодежный форум «Иволга». Напомню, делегацию от Ульяновской области представляют 70 человек. С участниками форума встретился заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев. В своем выступлении он отметил общий уровень готовности регионов к участию в общественных проектах. А также напомнил, что в этом году предстоит воплотить в жизни еще десятки важных для молодежи и страны в целом мероприятий, направленных в том числе на патриотическое воспитание. Это и замороженные из-за пандемии окружные военные сборы с учащимися общеобразовательных учреждений «Гвардеец», и «Зорница-Поволжье», а также окружные турниры по хоккею, баскетболу, слет поисковых отрядов и многое другое. Кроме того, ведется работа по возрождению самостоятельного окружного слета военно-патриотических клубов. Особое внимание уделили вопросу реализации молодежной политики в регионах ПФО, в том числе созданию самостоятельных органов государственной власти и наделения молодежных парламентов правом законодательной инициативы. В свою очередь представители регионов поделились личным опытом и обозначили перспективы развития государственной молодежной политики в регионах. Вдохновение чемоданного настроения. В музее-заповеднике «Родина Ленина» открылась новая выставка. Автор проекта – ульяновский фотограф Олег Белов. Тематика работ созвучена названию выставки, однако организатор обещает удивить формы подачи материала. Например, многие фотографии будут дополнены текстом. В центре выставки, конечно, чемоданы, расписанные художницами. В каждом из них хранится своя история. Эти истории написаны на открытках, как бы пришедших с тех мест, в которых мы путешествовали. А здесь мы путешествуем по Италии на самолете, а по Кавказу мы приезжаем в Пятигорск на поезде ульяновск-пятигорск. Сначала каждый чемодан украсили снаружи, но такой вариант не совсем понравился дизайнеру. Появилась идея, почему бы не оформить это внутри, почему из чемодана не сделать вот такую большую поздравительную открытку, которая пришла оттуда, что-то из Италии, что-то с Кавказа. И внутренне мы тоже запомнили своими фотографиями, которые делали там в Италии. Разделить чемоданные настроения приглашают всех желающих. Гости выставки смогут рассмотреть схожесть мест и обычаев разных народов и даже побывать там, где еще никогда не были. А соавторы выставки в дружеской обстановке поделятся своими впечатлениями о путешествиях, расскажут истории, которые случились с ними в пути. Экспозиция будет работать до 28 августа. И смотрите сразу после нашего выпуска программу «Арт-студия». Сегодня она посвящена Московской неделе моды. В гостях у Виктории Дроновой, ульяновские дизайнеры одежды Ирины Маловой и Натальи Ланкова. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Хорошего вечера. Берегите себя. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Возможен град. Ветер северо-восточный, умеренный. При грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 13 до 18 градусов тепла. В Ульяновске плюс 15, плюс 17. Завтра днем по области от 25 до 30 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 27, плюс 29.